Роман-газета – энциклопедия современной русской литературы. В 1927 году вышел первый номер журнала «Роман-газета». Так воплотилась в жизнь идея Ленина и Горького о необходимости издания дешевой книги для народа. Во времена СССР тираж «Роман-газеты» достигал 4 миллионов экземпляров. За годы существования журнала его авторами стали тысячи известных писателей, все сколько-нибудь значимое произведение советской и российской литературы публиковались и продолжают публиковаться на страницах «Роман-газеты». В этом году журнал отмечает 90-летний юбилей. На вопросы «Литературная газета» отвечает писатель, главный редактор журнала Юрий Козлов. На обложке «Роман-газеты» написано «Народное издание». В чем секрет популярности вашего журнала? Если в прежние времена журнал просвещал народ, знакомил его с лучшими произведениями мировой и советской литературы, то сегодня «Роман-газета» публикует авторов из российской глубинки. Эти писатели рассказывают о том, как живут простые люди в России, что они думают о будущем страны, о нынешней власти, о правде и справедливости. Их произведения не попадают в магазинах на полке лидеров продаж, но они востребованы читателями, которые хотят читать о живой жизни, а не о сконструированных, не имеющих отношения к реальности в вымышленных проблемах. Назову только несколько имен. Виктор Лихоносов из Краснодара, Борис Агеев из Курска, Михаил Тарковский из Иркутска, Петр Краснов из Оренбурга, Михаил Чванов из Уфы. Эти авторы пишут о народе и для народа. Наш журнал выходит два раза в месяц. Его охотно выписывают в библиотеке и высшее учебное заведение, где изучают русскую литературу. Однако сегодня толстым журналом живется нелегко, и роман-газета здесь не исключение. Где читатель может познакомиться с роман-газетой? Участвуете ли вы в книжных фестивалях МКВЯ, Нонфикшн? Если да, то помогают ли они взаимодействовать с читательской аудиторией? Какие вообще существуют способы привлечения читателей, для некоммерческого издания? На наш журнал можно подписаться в любом отделении Почты России. Он присутствует в большинстве подписных каталогов. Можно взять его в библиотеке, приобрести в книжном магазине художественная литература по адресу редакции. Москва, Новая Басманная, улица 19. Мы не пропускаем книжных выставок и ярмарок. И на ММКВЯ, и на Нонфикшн у нас были свои стенды, где мы продавали номера, роман-газеты и детской роман-газеты. Тоже, кстати, очень популярного журнала. Он выходит один раз в месяц, и его любят не только дети, но и их родители, а также школьные учителя. Книжные выставки и ярмарки, безусловно, дело полезное. Это живое общение с потенциальными читателями, моментальный слепок его вкусов и предпочтений. Сейчас мы готовимся к книжному фестивалю «Красная площадь». Привлекать читателей мы стараемся и с помощью различных акций, которые проводим как сами, так и в партнерстве с партией «Справедливая Россия». Совместно учредили премию для молодых авторов в поисках правды и справедливости. Она существует уже несколько лет и стала весьма престижной среди молодых поэтов, прозаиков и публицистов. Ее лауреаты Платон, Беседин, Андрей Тимофеев, Елена Тулушева, Дмитрий Филиппов. Сегодня эти авторы активно работают в литературе. За ними будущее. Есть ли у журнала обратная связь? Как вы узнаете отношение читателей к вашей работе, степень их заинтересованности? Мы часто проводим читательские конференции, организуем встречи в ведущих библиотеках страны. Обратная связь с читателями – вещь важная, но живое общение сегодня все больше смещается в социальные сети, интернет. Редакция намерена модернизировать свой сайт, превратить его в центр общения с читателями. Традиционным бумажным изданием довольно сложно сегодня удерживать аудиторию. Институт подписки практически себя изжил. Тяжелое положение толстых журналов объясняется еще и тем, что они пока не нашли оптимальных моделей вхождения в новый цифровой мир и новой технологии коммуникации. Несомненно, для «толстого» в кавычках литературного журнала очень важно, когда его возглавляет талантливый писатель. Как изменилась роман-газета за те 17 лет, что вы являетесь главным редактором? Планируете ли вы какие-либо нововведения в ближайшем будущем? Журнал старается расширять круг своих читателей, не зацикливаться на одних и тех же авторах и проблемах. Жизнь всегда шире любых рамок. Мы печатаем как классиков советской литературы, так и писателей-эмигрантов первой волны – Георгия Гребенщикова, Илью Сурбучева, других менее известных авторов. Вообще, роман-газета – это настоящая энциклопедия русской литературы. От Горького, Фадеева и Катаева до Распутина, Полякова и Проханова. Мы смотрим на жизнь широко открытыми глазами, печатаем авторов разных политических взглядов, главное, чтобы они писали правду и любили Россию. Ну а дальше читатель сам разберется. Не возникает желания вернуться к публикации современной зарубежной прозы, ведь до 1981 года журнал знакомил читателя и с лучшими образцами иностранной литературы. Это связано с проблемой авторских прав. Сегодня, как правило, популярные зарубежные авторы работают на поток и с потрохами запроданы издательством «Монстрам», ориентированным исключительно на коммерческий результат. Тягаться с ними роман-газете не под силу, да и сама зарубежная литература, честно говоря, не вдохновляет. Где писатели, равные под таланту Хемингуэю, Селлингеру, Томасу Вульфу, Норману Мейлеру, Джеймсу Джонсу. Ощущение такое, что после того, как Россия вступила на путь капитализма, великая мировая литература приказала долго жить. Вы уже упомянули о детской роман-газете. Сегодня, когда детская периодика практически исчезла, она приобретает особую цену. В чем своеобразие этого журнала? Он свидетельствует, как неудивительно, о том, что наше общество еще не окончательно утратило свои добродетели. Люди стремятся воспитывать детей по-человечески, отдельно от телевизора и компьютера. Детская роман-газета – журнал русской классики, журнал русских культурных традиций, журнал простых, но вечных христианских истин. Шеф-редактор Екатерина Рощина, талантливая писательница и журналистка, нашла свой особый стиль в подборе материалов для детской роман-газеты. Он оказался близок и понятен детям и их родителям. Круг читателей и почитателей этого журнала с каждым годом растет, и это нас радует. Как вообще обстоят дела с детской литературой? Есть ли сегодня крупные писатели, сопоставимые по масштабу с классиками советской литературы для детей? Сегодняшняя детская литература – это в основном перепечатка старой русской и советской классики. Современные авторы, к сожалению, повторяют зады коммерческой зарубежной прозы типа «Гарри Поттера» или «Хроник Нарнии». Дело в том, что настоящая литература для детей – это литература, воспитывающая юных читателей, например, героев. Сегодня в России нет идеологии, нет вдохновляющих примеров для подражания. Олигархи и проворовавшиеся силовики вряд ли могут ими служить. Культ же «Золотого тельца» скомпрометирован еще в библейские времена. Когда Россия встанет на свой путь национального развития, тогда у нее и появится полноценная детская литература. Как вы думаете, если бы была возможность распространять роман-газету и детскую, и взрослую в киосках, ее бы покупали? Думаю, что охотно бы покупали, но киоски существуют отдельно от литературы. Попасть туда на реализацию практически невозможно. Предлагаемые условия, полная предоплата и так далее для «толстых» литературных журналов невыносима. Фишка роман-газеты в том, что она очень удобна для чтения в любых условиях – в транспорте, на скамейке, где угодно. Журнал печатается в мягкой обложке, на газетной бумаге, легко сгибается пополам, текст набран колонками. Читай – не хочу. С какими основными проблемами вы сегодня сталкиваетесь? И как, на ваш взгляд, можно их преодолеть? В первую очередь, это проблема финансирования. А решить ее можно с помощью централизованной подписки библиотек и учебных заведений на «толстые» литературные журналы, отражающие современный литературный процесс. Сегодня государственные организации впаривают библиотекам книги финалистов различных престижных в кавычках премий, нераспроданные остатки лидеров в кавычках продаж и прочий хлам, что мешает вместо этого профинансировать подписку на пакет ведущих литературных изданий, число которых по праву входит роман-газета. В России пока еще существует примерно 10 тысяч библиотек. Пару лет назад их было 15 тысяч. Трехтысячной подписки для каждого из известных и заслуженных толстых журналов вполне хватило бы для их относительно безбедного существования. Беседу вела Валерия Галкина. Литературная газета поздравляет коллег из «Роман-газеты» с юбилеем. И сейчас я вам хотел бы показать официальный сайт «Роман-газеты», где вы можете познакомиться и с детской «Роман-газеты» по подписке «История журнала». Здесь вы не сможете скачать ни одного экземпляра, но сможете увидеть, что там печатается. Прочитать тоже можно не все. Но кто-то, наверное, думал, что роман-газеты уже нет, но она есть и ей уже исполнилось 90 лет. На этом все. Всего хорошего. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. Канал «Веб-Рассказ». До свидания.